В России отмечают День семьи, любви и верности. 8 июля православные чтят память святых Петра и Февронии. Молодожены, решившие узаконить свои отношения именно сегодня, надеются на помощь небесных покровителей. В Старомосколе в пятницу мужем и женой стали 19 пар. Я объявляю вас законными мужем и женой. Марш Мендельсона, обмен кольцами, первый супружеский поцелуй Татьяны и Николай Шемякины вместе 6 лет. И 8 июля для регистрации брака они выбрали не случайно. День семьи, любви и верности, чтобы семья наша была крепкая и самая счастливая, великая, огромная, чистая, светлая любовь. Выйти замуж 8 июля мечтала и Ирина Терехова, теперь уже Помельникова. Две недели назад невеста сломала ногу, до свадьбы не зажило. В ЗАГС ее принес муж. В ЗАГС давно хотели, в 8 лет все никак не могли дойти, а ногу сломала на корпоративе, потому что был день медика. Молодоженов после регистрации поздравляли Петр и Феврония, покровители семьи. Антон и прекрасная Лия не привязывали свое торжество к определенной дате, но будут рады, если их день свадьбы станет нерабочим. На самом деле не планировали, мы запланировали дату до того, как приказ появился. Мы на этот счет уже много раз пошутили. Видимо, кто-то узнал там сверху, что свадьба будет в этот день и приказ издал. Сделать выходной. В жаркий июльский день сочетать себя узами брака решили 19 влюбленных пар. Не так много для пятницы и праздничного дня. Замечательно, что они решили заключить свой союз именно в этот день, когда будут их покровители Петр и Феврония. В этот день всегда традиционно пары заранее даже подают документы. Заявления были приняты у некоторых пар еще даже в прошлом году. А Петр и Феврония помимо поздравлений давали молодым и напутствие. Петр и Феврония – это пример любви, это пример верности, который они показали. И хочется, чтобы молодожены, как правильно это сказать, росли. Ответственно относились. К своему браку. Да, конечно. Да, заботой делились, заботились. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал.